Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Руслан Джубкаев. Сегодня день сотрудника органов внутренних дел. Уважаемых сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. На ваши плечи возложена непростая и очень ответственная задача. Защита жителей Карачаева Черкесии от преступности и охрана правопорядка. Благодаря высокому профессионализму, отваге и самоотверженности вы с ней успешно справляетесь. В тесном взаимодействии с органами власти, со всеми силовыми структурами, вы добросовестно выполняете свою работу, сохраняя в нашей республике мир, благополучие и порядок. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина, министру внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике Олегу Мальцеву присвоено «Специальное звание генерал-майора полиции, получение новых званий, высокая оценка профессиональных заслуг, вы показали свою компетентность, достигли значительных результатов в оперативно-служебной деятельности», отметил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на торжественном мероприятии в режиме видеоконференции и поздравил Олега Мальцева и личный состав с праздником. Затем в Министерстве внутренних дел состоялась торжественная церемония награждения личного состава и общественных деятелей. Альбина Ламкова продолжит тему. В начале торжественной части собравшиеся минутой молчания отдали дань уважения мужеству, стойкости и высочайшему героизму тех, кто погиб при исполнении служебного долга. Затем ко всем обратился министр внутренних дел Карачаева-Черкесии. Он отметил, что, как и прежде, личный состав ведомства ведет непримиримую борьбу с преступностью, стоит на защите национальных интересов государства, оберегая покой и безопасность граждан. Коллектив министерства встречает главный профессиональный праздник достойными результатами оперативно-служебной деятельности. Основой успешной работы сотрудников остаются выдержкой и самообладанием, ответственность и готовность в любую минуту прийти на помощь. Такие качества всегда отличали людей, посвятивших себя благородному делу служения России и ее народу. Олег Мальцев, поблагодарив сотрудников за верность присяге, не забыв поздравить и ветеранов за добросовестную службу, пожелал всем коллегам и их семьям крепкого здоровья, мира и благополучия. На торжественном мероприятии отличившимся сотрудникам органов внутренних дел и причастным к правоохранительной деятельности, достигшим значительных результатов в работе, Олег Мальцев вручил ведомственные награды. Сегодня у Тимирлана Табиева двойной праздник. Приказом министра внутренних дел Российской Федерации ему присвоили звание полковник полиции. Он отдал служению Отечества 23 года. Сразу после окончания школы Тимирлан Хусеевич поступил в Ростовский юридический институт МВД России. Начинал свою профессиональную деятельность в Усть-Джигутинском районе. Чтобы стать хорошим полицейским, в первую очередь нужно трудолюбие. В первую очередь трудолюбие и дисциплина. Этого будет достаточно. Всех своих коллег я поздравляю с Днём сотрудников органов внутренних дел. Желаю всем в первую очередь крепкого здоровья, конечно, мирного неба над головой, родным близким всем доброго здоровья, осуществления всех задуманных планов. Профессия сотрудника полиции – одна из опасных. Вступая в открытое противоборство с преступниками, полицейские ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. К сожалению, есть те, которые уже никогда не вернутся к родным и близким. Лейтенант полиции Ануар Башкаев погиб в ходе мероприятий по задержанию подозреваемого в совершении преступления. Его посмертно наградили медалью за отличие в охране общественного порядка. Вручили её маме, Люде Качкаровой, той, которая воспитала достойного сына. Спасибо всем органам внутренних дел, что они не забыли, чтели память моего трагически погибшего сына. Спасибо вам всем большое. На торжестве памятным нагрудным знаком почётный сотрудник МВД Покорчаева-Черкесии были отмечены и те, кто оказывал содействие органам внутренних дел в выполнении возложенных на них задач. Надо отметить, что это высший ведомственный знак. Его вручили директору филиала в ГТРК ГТРК Корчаева-Черкесии Асветлане Казиевой. Это большая честь для меня стать почётным сотрудником органов внутренних дел. И я считаю, что это оценка нашей работы, всего коллектива. И в этот праздничный день я от всей души хочу поздравить всех сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа. И чтобы каждый день сотрудники возвращались домой живыми, с хорошим настроением к своим родным и близким. В воспоминаниях о празднике останутся не только искренние пожелания. Память о торжестве сохранит и фото, запечатлённое в заключении официальной части. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Семейные династии всегда были примером сохранения преемственности, традиции уважительного отношения к выбранной профессии. Династии полицейских в органах внутренних дел не редкость. В том числе, кто на протяжении долгого времени обеспечивает правопорядок и безопасность, являются представители династии Тлемаховых. С некоторыми из них познакомился наш корреспондент Артур Мкце. Майор внутренней службы Людмила Тлемахова в настоящее время исполняет обязанности начальника штаба в городском отделе полиции. В системе МВД она трудится не первое десятилетие, ещё с тех пор, когда вневедомственная охрана была частью милиции. Причём в своём будущем профессиональном пути была уверена, наверное, с детства. И даже когда получила педагогическое образование, знала – это лишь шаг к мечте. Это самые умные, стрессоустойчивые, подготовленные люди. Ну вот какая-то элита, наверное, от общества, от людей, которые должны быть здесь, которые должны помогать этому обществу. Которые должны быть на голову выше всего. Должны быть спокойные, равновешенные, знать, что делать. И в любой ситуации уметь найти выход из положения, помочь человеку. Самое главное – помочь человеку. Работа штаба – это в первую очередь организация взаимодействия между подразделениями полиции, координация их деятельности, предоставление статистики успехов и недоработок. Впрочем, вне работы Людмила старается полностью сконцентрироваться на повседневной жизни, в которой самое главное – это семья. Корнеид Лимахов родился в семье оперативника, а потому с раннего возраста был знаком с работой стражей порядка. Его отец, Назир Пакович, имеет за плечами более чем 30-летний профессиональный стаж. Прошел путь от оперативного сотрудника в Урупском районе тогда еще автономной области до одного из руководителей республиканской полиции. В Станинстве Привадной мы практически жили около отдела. И, естественно, я считал, нужен каждый день заходить туда. Я знал, где находится дежурка, я знал, где находятся кабинеты каждого сотрудника. Потом отец поступил в Ростовскую академию для получения высшего образования. Естественно, он оттуда привозил всякие учебники образовательного характера. Это была судебная медицина, это была криминалистика. И в какой-то момент мне очень интересно стало познать, что же там в этих книгах. Я их начинал читать, то судебную медицину, то криминалистику. И потом потихоньку это все перешло в то, что я увлекся детективами. Ну и понятное дело было, что с отцом на тему его работы нам было легко общаться. Так изучение криминалистики из детского увлечения переросло в жизненный путь. После вуза и годичного пребывания в госавтоинспекции Корней стал следователем сперва Адыгихабльского райотдела, затем Хабесского. В 2001 году перешел в республиканскую столицу, а спустя 17 лет, отдав службе охраны правопорядка в общей сложности около четверти века, ушел на заслуженный отдых. Впрочем, в роду Тлимаховых есть кому продолжать традиции. Да и наставник, если появится необходимость, готов помочь. Насчет отца я вам могу сказать, это он и отец, он и учитель, он и консультант, он и критик. По вопросам, которые мы, например, недопонимали, мы обсуждали с отцом. Как бы он в этой ситуации поступил, как бы он сделал. Он всегда подсказывал, говорил, как лучше, как правильнее, как справедливее. Сыновья Корнея и Людмилы пока отправились покорять творческие вершины. Старший – воспитанник танцевального коллектива «Ридада», в составе которого становился лауреатом престижных конкурсов и фестивалей. Младшему нравится играть на кавказских музыкальных инструментах. Правда, нельзя исключать, что однажды кто-то из них все же отправится по пути, который когда-то выбрали их родители. Артур Мухцель-Алибастанов, Вести, Карачаев, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночи минус 2 плюс 3, в горах до 7 градусов мороза, а днём до плюс 15, и местами 4-9 выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночи 0 плюс 2, а днём 11-13 градусов тепла. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела «Карачаевский» с учащимися первой школы «Карачаевска» провели профилактическую акцию «Твой ход – пешеход». Основная задача данного мероприятия – привлечь внимание общественности к проблемам аварийности на дорогах и закрепить знания правил дорожного движения у детей. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. С начала текущего года на территории межмуниципального отдела МВД России «Карачаевский» было зарегистрировано 44 ДТП, в которых погибли 9 человек. А совсем недавно в Карачаевске именно на этом участке дороги произошел наезд на двоих малолетних детей, переходящих по пешеходному переходу с велосипедом. В результате один ребенок погиб, а второй получил многочисленные травмы. Из проводимой акции учащиеся начальных классов первой школы «Карачаевска» на практике узнали от инспектора ГИБДД, как правильно переходить дорогу с велосипедом или самокатом. Мы проводим это специально, чтобы и дети знали, как это все надо делать, и чтобы водители обращали на это внимание. Также в ходе акции ребята вместе с сотрудником ГИБДД прошли по пешеходному переходу. Нам очень важны такие практические занятия, чтобы наши дети понимали о необходимости соблюдения правил дорожного движения. И что самое главное, нужно быть внимательным при пересечении проезжей части, отмечают учителя первой школы «Карачаевска». Я объясняю им, это не значит, если горит зеленый свет для пешеходов, что можно смело переходить. Надо все время, конечно, смотреть влево и вправо. И детям очень нравится проводить уроки на такие темы. Они задают много вопросов, которые интересуют их. В рамках акции «Твой уход пешеход» дети раздали информационные буклеты водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения. Соблюдение ПДД – это сохранение жизни себе и другим, подчеркивают автовладельцы. Если не соблюдает человек правила дорожного движения, от этого происходят и аварии, и все, что на транспорте, это происходит от того, что человек спешит и не соблюдает правила дорожного движения. Наша задача – напомнить и привлечь внимание водителей и юных участников дорожного движения к проблемам аварийности на дорогах, отмечают полицейские. Сегодня мы детям показали на практике, как надо переходить дорогу, что им можно делать, что нельзя на велосипеде, что им нельзя проезжать пешеходный переход на велосипеде, на самокате, что они должны, по правилам дорожного движения, что они должны спуститься с велосипеда, переходить дорогу пешком. Очень важно, чтобы каждый водитель проявлял повышенную бдительность вблизи пешеходного перехода, чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения. Алиханепшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаила, Черкесия, Карачаевск. В Черкесске наградили победителей конкурса журналистов, печатных и электронных СМИ на лучший авторский материал по освещению межнациональных и межконфессиональных отношений. Наши коллеги оказались в числе победителей престижного республиканского конкурса, проводимого Министерством по делам национальности, массовым коммуникациям и печати. Работа корреспондента редакции «Вещани на абазинском языке» Фатимы Хуновой в номинации «Лучшее телевизионное интервью» была отмечена жюри высшим баллом, как и творчество ее коллеги, корреспондента «Радио России» ГТРК «Карачаева-Черкесия» Азамата Адзинова. Мне, конечно же, приятно, что нашу работу оценили, это коллективный наш труд, и я поздравляю всех своих коллег с такой нашей победой. В Карачаево-Черкесии прошла спартакеада, спорт, полиция, дети, приуроченная ко дню сотрудника органов внутренних дел. В соревнованиях участвовали несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете. Всего было семь команд из городов и районов республики, капитанами которых являлись сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних. Юные спортсмены состязались в разнообразных эстафетах в таком виде соревнований, как правовая викторина. Ребята продемонстрировали свои знания в области права. А для того, чтобы дети не уставали в перерывах между эстафетами, для них выступали творческие коллективы. По результатам состязаний победителем стала команда «Лидер» из Усачагутинского района. Второе место завоевала команда «Серые Волги» из Карачаевского района. А на третьем команда «Гром» из Зеленчукского района. Впрочем, проигравших на этих соревнованиях не было. Каждый из участников был награжден спортивным подарком и дипломом. Это все весы на сегодня. А прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Художник». Субтитры создавал DimaTorzok